Здравствуйте, ребята! Тема урока – нахождение процента от числа. И сегодня на уроке, ребята, мы продолжаем с вами учиться находить процент данного числа и процентное отношение одного числа к другому и наоборот. Для начала, ребята, давайте с вами вспомним основную формулу процентов, с которой мы познакомились на прошлом уроке. b равно a умноженное на p деленное на 100, где a – это данное число, которое соответствует 100%, p – это число процентов, и b – это число, соответствующее данному проценту. То есть b – это число, соответствующее проценту p. И вспомним алгоритм. Чтобы найти проценты от данного числа, надо выразить проценты обыкновенной или десятичной дробью, умножить данное число на эту дробь. Заполним таблицу. Найдите число b, которое составляет p процентов от числа a. Итак, посмотрим. В нашей таблице число a равно 15 и p равно 8%. Находим b. Для этого мы 15 умножаем на 0,08. Почему на 0,08? По формуле мы помним, что нам нужно p разделить на 100. Если мы 8 разделим на 100, то в виде десятичной дроби это будет 0,08. Находим произведение, которое равно 1,2. Далее составляем такое выражение. 80 умножаем на 0,4. Снова вопрос, почему 0,4? Мы число процентов, это p, делим на 100. То есть 40 делим на 100 и записываем в виде десятичной дроби. В результате получаем 0,4. Находим значение произведения. Оно равно 32. Остальные ячейки попробуйте заполнить самостоятельно. Молодцы. Думаю, что вы справились. Проверяем ваши ответы. Итак, 120 мы умножаем на 0,75. 0,75 – это 75, деленное на 100. Далее мы получаем ответ. У нас b равно 90. Следующий пример. 7,5 мы умножаем на 0,2. Получаем 1,5. Далее 9,6 мы умножаем на 0,5. Записываем ответ. 4,8. И 8,15 мы умножаем на 0,75. Здесь представлять в виде десятичной дроби не обязательно, так как мы обыкновенную дробь умножаем на обыкновенную дробь. Выполняем сокращение. Умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Снова сокращаем и записываем ответ. 2,5. Научимся находить проценты от данного числа с помощью микрокалькулятора. Я предлагаю, ребята, вам сейчас всем в руки взять калькулятор. Найдем 30% от числа 60. Для этого на калькуляторе мы нажимаем следующие кнопки. 6 и 0, то есть число 60. Далее кнопку умножения. Далее набираем 30. И в конце, ребята, нажимаем кнопку процента. То есть 30% от числа 60 равно 18. Значит, в том случае, если нам нужно найти процент от числа, мы число умножаем на процент. Обратите внимание, сначала мы вводим число, затем нажимаем знак процента. Таким образом мы получаем ответ. Найдем число, которое на 25% больше числа 180 или 125% от числа 180. Здесь вы обратите внимание на слово больше. То есть больше 100% это 125. Нажимаем следующие кнопки. 1, 8, 0. Получаем число 180. Далее мы нажимаем кнопку плюс, так как нам нужно найти число больше числа 180. И затем нажимаем кнопки 2 и 5 и в конце нажимаем кнопку процента. В результате на индикаторе высвечивается такое число 225. Таким образом мы нашли с вами 125% от числа 180. Далее найдем число, которое на 15% меньше числа 84. Или если мы от 100 отнимем 15, мы получим 85% от числа 84. В этом случае, посмотрите, мы набираем число 84, то есть нажимаем кнопку 8 и 4. Далее ставим знак минус, так как нам нужно найти число меньше. Далее нажимаем кнопки 1 и 5, так как у нас 15% и в конце кнопку процента. В результате на экране высветится число 71,4. Ребята, потренируйтесь самостоятельно. Наберите на своем микрокалькуляторе вот такое число. Итак, вычислите с помощью микрокалькулятора 25% от 970. Сверим ваши ответы. Итак, мы набираем 970, то есть нажимаем кнопки 9,7,0. Далее нажимаем кнопку умножения. Вводим количество процентов, так как нам нужно найти 25% от числа 970. В конце знак процента и равно. В результате у нас на индикаторе высвечивается число 242,5. Вычислите с помощью микрокалькулятора число, которое больше числа 36 на 15%. Обращаю ваше внимание на слово больше, значит мы должны поставить знак плюс. Проверяем. 36 число вводим. Далее ставим знак плюс. Вводим количество процентов. И в конце клавишу процента, знак равно, и получаем на экране число 41,4. В следующем задании вычислим с помощью микрокалькулятора число, которое меньше числа 120 на 30%. Обратите внимание, число меньше, значит мы будем ставить знак минус. Проверяем. Вводим в микрокалькуляторе число 120. Для этого нажимаем кнопки 1, 2, 0. Далее нажимаем кнопку минус. Вводим количество процентов, это 3, 0. И нажимаем знак процента. В результате у нас на экране высвечивается число 84. Разберем такую задачу. Цена изделия повысилась на 12%. Какова цена изделия после повышения, если его первоначальная цена была 8000 тенге? По условию задачи цену товара повысили на 12%. То есть это будет у нас 112%. Мы к старой цене это 100%, прибавили 12% это повышение и получили 112%. Значит нам с вами нужно найти, какое число соответствует 112%. Для этого мы берем формулу, которая нам известна. B равно А умноженное на П деленное на 100. То есть это формула основного процента. Далее формулу мы подставляем. B равно 8000 умножить на 1,12. Почему 1,12? Мы 112 подставляем вместо П. П делим на 100 и получаем 1,12. Выполняем вычисление и получаем 8960 тенге. Именно такой была цена изделия после повышения 8960 тенге. Следующая задача. Цена холодильника понизилась на 15%. Какова цена после снижения, если его первоначальная цена была 6200 тенге? Составляем схему. Первоначальная цена товара 6200 тенге, что соответствует 100%. Далее по условию задачи произошла уценка. Цену снизили на 15%. Значит после уценки мы получаем 85%. Используем основную формулу процентов. И подставляем известные нам значения. 6200 мы умножаем на 0,85. 85% мы 85 делим на 100. Получаем десятичную дробь 0,85. И находим 5270 тенге. Именно столько стал стоить холодильник после того, как его уценили. Задача. При сушке абрикосы теряют 80% своей массы. Сколько кураги получится из 25 килограмм абрикос? Итак, ребята, по условию задачи при сушке абрикосы теряют 80% своей массы. Значит, масса кураги будет составлять 20% от первоначальной массы. Далее мы используем основную формулу процентов. 25 мы умножаем на 0,2. 0,2 это у нас 20 деленное на 100. Умножаем 25 на 0,2 получаем 5 килограмм. То есть, ребята, из 25 килограмм абрикосов мы получим 5 килограмм кураги. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы учились находить процент данного числа, процентное отношение одного числа к другому и наоборот. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok